Это программа новости Сургут 24. Здравствуйте, меня зовут Ефим Ишимцев и в начале выпуска коротко о главных темах. Переезд не за горами. Губернатор Югры поучаствовала в общественной приемке Центра охраны материнства и детства. Итоги оперативного штаба власти региона ответили, разрешат ли родителям присутствовать на выпускных в детских садах. И когда это кончится, синоптики рассказали о причинах капризов погоды в Сургуте и озвучили предварительный прогноз на май. Переезд уже в мае. В Сургуте прошла общественная приемка одного из крупнейших медицинских объектов России Центра охраны материнства и детства. Проинспектировала комплекс губернатор региона Наталья Комарова. Главе округа, а также ее заместителю Вадиму Шувалову показали палаты для беременных и для новорожденных. Операционные, родзалы продемонстрировали и высокотехнологическое оборудование. Подробнее в следующем сюжете. До середины мая устранить все недочеты. Такие задачи теперь стоят перед застройщиком для того, чтобы ввести в эксплуатацию Центр охраны материнства и детства в Сургуте. Ранее здание проверили инспекторы государственного строительного надзора. Накануне объект посетила губернатор Югры Наталья Комарова. Отметила уникальность практически готового к открытию комплекса. Потому что мы сюда завели такой набор услуг и возможностей, которые в каждом ферментальном центре есть. И в этом смысле уникальность этого учреждения. Новый комплекс позволит оказывать услуги в сфере репродуктологии, вынашивания беременности, родов, а также лечения сложных заболеваний у мам и малышей с помощью высокотехнологичного медицинского оборудования. Специалисты при необходимости будут наблюдать малышей до пятилетнего возраста. В Центре охраны материнства и детства появятся отделения, в которых Сургут очень нуждался. Например, реабилитации самых маленьких. Здесь же собраны возможности современные, которых, наверное, вы можете найти только в крупном научно-исследовательском институте федеральном. Когда в Центре, который оказывает медицинскую помощь тем, кто планирует беременность, ее вынашивает или рожает, еще есть такие технологии, как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Есть набор аппаратов, набор технологий, который позволяет следить за здоровьем женщины, и не только женщины репродуктивного возраста, но и те, кому и 45, и 50, и 60 лет. Три корпуса здания соединены между собой надземными и подземными переходами. Центр охраны материнства и детства площадью более 78 тысяч квадратных метров рассчитан на 165 посещений в сутки. Одновременно сможет принимать 315 рожениц. Рассчитана клиника на 10 тысяч родов в год. Для комплекса закупили 6 тысяч единиц современного оборудования. Специалисты говорят, строительство уже завершено, осталось создать комфортные условия. Нужно сделать ряд работ на улице по благоустройству. Сейчас уже весна, есть возможность выполнить ряд мероприятий по маломобильным группам на улице, по пожарным вопросам. И мы надеемся в мае наконец получить разрешение на ввод. Соответственно, получение разрешения на ввод для строителей – это завершение одного этапа и начало следующего этапа. Тогда же в мае на работу в клинику выйдут медики. Специалистам предстоит познакомиться с кабинетами, узнать логистику здания, пройти обучение на новом высокотехнологичном оборудовании. Уже точно можно сказать, Центр охраны материнства и детства в Сургуте станет одним из крупнейших в стране. Врачи некоторых специальностей, самых высоких квалификаций, приедут на работу в наш город из других регионов России. Всего в инновационном медучреждении будут работать около трех тысяч человек. Для сравнения, сегодня штат перинатального центра – порядка тысячи сотрудников. Кому-то я назначила в августе приехать, кому-то в сентябре назначила приехать. И они приедут, и они будут заниматься, оказывать медицинскую помощь. Много молодежи. Ну какой молодежи? После ординатуры – это уже не молодежь. Мы вообще очень привлекательный работодатель, и вся страна следит за нами на самом деле. И желающих вот именно работать в таком высокотехнологичном центре действительно есть желающие. В том числе и врачи, которые работают в городе. Когда штат Центра охраны материнства и детства сформируют, состоится государственная приемка объекта в эксплуатацию. Итогом станет получение лицензии на все направления медицинской деятельности. Однако точная дата открытия клиники для пациентов пока неизвестна. Впрочем, главный врач учреждения Лариса Белоцерковцева уверена, события можно ждать в этом году. Дмитрий Круковец, Карина Александровна, Денис Зонов, Сургут, Интерновости. В Югре завершается распределение очередной поставки вакцины от коронавируса «Спутник Ви». 63 тысячи доз препарата поступило в автономный округ в минувшую субботу. До пятницы компоненты доставят в медицинские организации региона. Всего в округ с момента начала производства поступило свыше 173 тысяч комплектов вакцины. Считать, 3 тысячи доз их достаточно для того, чтобы вакцинировать всех тех. Это 48 тысяч югорчан, кто сегодня записался на вакцинацию, но еще не вакцинировался. Во всех медицинских организациях сегодня есть слоты записи. Они открыты. Мы дополнительно вчера еще раз эту информацию, доступность этих слотов записи проверили. В приоритетном порядке на каждом участке, каждым участковым врачом дополнительно проанализированы. Те, кто нуждается, это граждане 60 плюс возраст, а те, кто нуждается в первую очередь в приоритетной вакцинации. Сегодня у нас в этой категории жителей 214 тысячи. Подлежит из них вакцинации 116 тысяч. 32 тысячи югорчан возрастной категории 60 плюс уже начали иммунизацию, либо прошли ее полностью. По состоянию, на 20 апреля первым компонентом вакцины в Югре привиты более 105 тысяч человек. Чуть больше половины, порядка 60 тысяч жителей завершили вакцинацию. На заседании оперативного штаба региона его председатель, губернатор Наталья Комарова, проинформировала, что в российском сервисе Яндекс.Карты появились отметки мест, где можно сделать прививку от коронавируса. Всего нанесено свыше 4,5 тысяч геолокаций. В их числе все пункты вакцинации в нашем регионе с указанием режима их работы. Те, кто возвращается из-за границы, должны помнить об изменении требований Роспотребнадзора. Все въезжающие в Россию любым видом транспорта обязаны пройти ПЦР-тестирование. В течение трех дней загрузить результаты исследования на единый портал государственных услуг, а до этого момента соблюдать режим самоизоляции. Главный санитарный врач Югры Майя Соловьева сообщила, что в автономии сохраняется нисходящая тенденция по выявлению новых случаев коронавируса. Но в то же время отмечен рост заболеваемости ОРВИ. Статистика говорит о превышении эпидемического порога. Губернатор Югры отметила, что исходя из ситуации, нужно продумать варианты, как наиболее безопасно провести грядущие религиозные праздники. В связи с приближающимися религиозными праздниками, верным воскресеньем, Пасхой, Родительским днем, предполагающими проведение мероприятий с массовым участием людей, поручаю в срок до 22 апреля провести заседание и принять решения, направленные на обеспечение мер безопасности для граждан, о которых всем сообщить, которые будут обязательны для исполнения. На заседании регионального оперативного штаба прозвучал и ответ на вопрос, ранее взволновавший родительское сообщество. Губернатора Югры просили разрешить мамам и папам присутствовать на выпускных в детских садах. Поручение разработать такой защитный протокол отработали специалисты нескольких окружных департаментов и Роспотребнадзора. Итогом стал документ, который прошел согласование в санитарном ведомстве. Предлагается разрешить проведение выпускных с участием родителей, но с условиями. В каждом конкретном детском саду не должно быть групп закрытых на карантин. А по месту жительства участников таких праздников не выявлено очагов инфекционных заболеваний. В дошкольных учреждениях обязаны соблюдать все меры безопасности, включая бесконтактную термометрию. Гости должны пользоваться средствами индивидуальной защиты, кожными антисептиками, соблюдать полутораметровую социальную дистанцию. В мероприятиях могут принять участие только воспитанники из одной группы, а также не более одного родителя или законного представителя из одной семьи, непосредственно проживающего с ребенком. Список участников будет формироваться с учетом требований к предельному количеству лиц, которые одновременно могут находиться в помещении. Лучшие в муниципалитете в Сургутском районе наградили тренеров, атлетов, команды и руководителей населенных пунктов, которые успешнее других проявили себя в спорте в 2020 году. Несмотря на закрытие залов и запрет на проведение соревнований из-за коронавируса, район смог поставить новый рекорд в количестве медалей. В чем секрет, узнавала Валерия Кудрявцева. Чествование жителей, достигших высоких результатов в спорте, в Сургутском районе – одна из традиций. Несмотря на то, что большую часть 2020-го нельзя было проводить соревнования всех уровней, в копилке муниципалитета все равно большое количество наград. 64 золотых, 59 серебряных и 62 бронзовых медали. По словам главы Сургутского района, это новый рекорд. Однако, отметил Андрей Трубецкой, для него не менее важно и количество жителей, которые систематически занимаются физической культурой. Я, если честно, развитие физической культуры и спорта не рассматриваю сквозь призму количества наград. Вот 2020 год был рекордный в истории района, несмотря на все ограничения. А по количеству занимающихся мы ведем учет. И действительно, эти объекты мы строим не для отчетов, не для того, чтобы они как памятники стояли, а чтобы детвора, жители приходили, занимались. Вот в прошлом году приросли на 4000 человек. То есть 4000 человек пришли не в алкомаркет, а спортом позаниматься. Это же здорово. Строительство спортивных объектов играет важную роль в том, чтобы количество жителей, систематически занимающихся физической культурой, становилось больше. Так, в Сургутском районе только в 2020-м построили 14 спортивных объектов. Среди них три спортзала, хоккейный корт в Барсово и другие. Всего же за пять лет в эксплуатацию ввели более 40 атлетических центров, один из которых в Ультьягуне. Вечером, допустим, если вы приходите, в пиковые часы 7 часов, то мы уже туда не умещаемся, потому что играют в волейбол, тут же там в углу играют, два стола ставят теннис, и кто-нибудь еще бегает. Это правда такая практика. Поэтому строительство таких объектов, оно, конечно, дает такой толчок для спорта, для людей. Тем более у нас зимний такой регион, знаете, холодный, поэтому 9 месяцев зима и есть теперь куда ходить. Однако площади и залы – это еще не гарантия успеха. Многие спортсмены рассказывают, что любовь к занятиям и тренировкам им прививали родители. Подтверждение этому – семья Еременко из Белого Яра. Она победила в номинации «Лучшая спортивная семья». И это неудивительно, ведь глава семейства Дмитрий – участник Олимпийских игр и чемпионата мира по лыжным гонкам. Он уверен, что именно спорт – один из лучших методов в воспитании детей. Спорт – это, можно сказать, продолжение жизни. Если ты в спорте научился терпеть, то и жизнь, любая ситуация тебя не сломит, а сделать только сильнее. Определили и самых спортивных глав населенных пунктов Сургутского района. Первое место второй год подряд занял руководитель «Солнечного» Игорь Наумов. На втором и третьем местах главы «Ультьягуна» и «Федоровского» соответственно – Дмитрий Юматов и Николай Рудышин. За победу каждому вручили денежные призы, которые пойдут на развитие населенных пунктов. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости, Барсова. Более 130 участников из 30 регионов. В Сургуте стартовало первенство России по бильярду среди юношей и девушек. Соревнования такого уровня и масштаба по этому виду спорта в нашем городе проходят впервые. Через несколько дней муниципалитет дебютно примет и чемпионат страны по правилам игры «Свободная пирамида». Какими качествами должен обладать бильярдист, чтобы достичь высоких результатов, расскажет Александр Маковей. Зоркий глаз и твердая рука – два основных качества, которыми, по мнению профессионалов, должен обладать любитель бильярдного спорта. А вот для достижения высоких результатов невозможно обойтись без многочисленных и усердных тренировок. Такого мнения придерживается четырехкратный победитель первенства «Югры» Богдан Швецов. Молодой человек занимается бильярдом пять лет. В секцию его привел папа. Спортсмен должен заниматься достаточно бильярдом, чтобы показывать хороший уровень. Спортсмен должен быть уверен в себе. У каждого своя тактика. Богдан – один из 130 участников первенства России по бильярду. Соревнования такого уровня по этому виду спорта в Сургуте проходят впервые. Во-первых, надо расширять географию развития бильярда. Во-вторых, даже у нас в автономном округе в Сургуте развивается больше всего спортсменов, занимается этим видом спорта. Соответственно, именно Сургут, именно чемпионат и первенства России здесь. Побороться за медали в наш город приехали спортсмены из 30 регионов страны. Ставрополя и Хабаровского края, Владимирской, Курганской, Новосибирской и многих других областей. Среди них призеры российских и мировых турниров. Соревнования столь высокого уровня экономическая столица «Югры» принимает благодаря одному из градообразующих предприятий. Это «Газпром Трансгаз Сургут». Он на самом деле доступный вид спорта, где можно талантливому человеку показать себя и проявить себя. Поэтому мы поддержим этот вид спорта, который дает возможность без каких-либо там ограничений людям добиваться больших успехов. Но очень приятно, что этот спорт, который заставляет человека контролировать себя, думать себя, очень приятно, что вовлекает детей, дети серьезно к нему относятся. И вот приехали к нам в сибирский город для того, чтобы принять участие в соревнованиях. Бильярд среди югорчан достаточно популярен. В округе им занимаются больше трех с половиной тысяч человек. В спортшколах региона открыты пять отделений по этому направлению. Успехи сургутских и югорских бильярдистов уже отмечают на федеральном и мировом уровнях. Федерация бильярдного спорта югры – это одна из лучших федераций в настоящее время, которые являются членами Федерации бильярдного спорта России. А у нас их, на всякий случай, больше 60. Югра уже пять раз, четыре раза принимала чемпионат мира. Больше того, Югра принимала один раз чемпионат Европы. Все были в восторге, вообще все в восторге от края от этого. От югры в восторге все. Соревнования среди бильярдистов в возрасте 13-16 лет в Сургуте продлятся до 24 апреля. Победители и призеры получат право выступить на первенстве мира. Оно пройдет летом этого года в Минске. Юноши и взрослые вступят в борьбу за награды в конце этой недели. Ведь с 25 по 29 апреля также в нашем городе и также впервые состоится чемпионат России по бильярдному спорту по правилам игры «Свободная пирамида». Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Заместитель главы Сургута Николай Кривцов подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Об этом стало известно сегодня. До конца недели пока еще куратор сферы городского хозяйства официально сохраняет свой пост, но фактически уже не работает. Перед увольнением он, как рассказал нашему телеканалу, воспользовался накопленными отгулами. В мэрии крупнейшего города Югры Кривцов провел 4,5 года. До этого почти 20 лет работал на ГРЭС-1. Прошел путь от стажера-мастера по ремонту котельного оборудования до заместителя главного инженера станции по ремонту техперевооружению и реконструкции. Добавлю, что из состава прежней администрации после смены главы Сургута в своей должности осталась только заместитель градоначальника Анна Томазова. У меня сейчас отгулы. Было пару субботу дежурил и так далее. Сейчас отгулы остались. И вот пятница у меня, скажем так, последняя рабочая зима администрации. Поэтому как бы до пятницы я в отгулах. То есть пятница официальная. Считаю еще увольнением. Пока хочу пару недельок отдохнуть. У меня семья собирается наконец-то. Тут гости приезжают. И, в общем-то, отдохну на майских праздниках. Походим по городу, погуляем. Кадровые изменения произошли и в составе правительства Югры. На должность первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа назначен Алексей Охлопков. Он будет курировать департаменты управления госимуществом, государственного заказа, проектного управления, труда и занятости населения, финансов, экономического развития и региональной службы по тарифам. Ранее Охлопков занимал должность генерального директора группы страховых компаний Югория. Кроме того, директором департамента экономического развития автономного округа и заместителем губернатора назначен Роман Генкель. До повышения он руководил фондом развития Югры. Оба чиновника приступили к работе 20 апреля. Особенности переходного периода. Синоптики объяснили капризы погоды в Сургуте. С воскресенья над Югрой господствовал северный циклон. Он принес сильный ветер, осадки с метелью, морозы и обледенение. Во вторник дорожные службы экстренно вышли на внеплановую противогололедную обработку улиц и дворов. На основные автомагистрали города сегодня выехали 82 единицы спецтехники. Но все же холодные воздушные массы постепенно уходят из нашего региона. Со среды погода будет формировать антициклон. Сильных осадков он не принесет, но сменит морозы на более комфортные температуры. По ночам они все еще будут существенно ниже нуля, опускаясь местами даже до минус 13. Но ближе к выходным днем воздух прогреется до плюс 7-12 по Цельсию. Все это соответствует климатической норме. А вот среднемесячная температура в мае ожидается выше исторических значений на 1-2 градуса. В первой половине месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от минус 2 до 7 градусов. А днем плюс 2, плюс 7 градусов. И будет в дальнейшем повышение до плюс 12 и 17 градусов. Во второй половине, преобладающей температурой воздуха ночью, плюс 6, плюс 11. А днем уже плюс 20, плюс 25 градусов. В Сургуте стартовал 9-й молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум». Музыканты разных стилей предложили зрителям аккомпанементы из неповторимого синтеза звуков. Перед югорчанами до конца этой недели выступят столичные пианисты. На открытие биеннале побывала наша съемочная группа. Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум» уже девятый по счету снова на сцене Сургутской филармонии. В прошлом году встречи со зрителями не получилось из-за пандемии коронавируса. Однако времени даром артисты и организаторы фестиваля терять не стали. Пока не было живых выступлений, они приобрели новый опыт в онлайн-формате. Несмотря на то, что прошлой весной мы не встречались очно, но зато когда «Зеленый шум» прошел в виртуальном формате, нас увидели не те только люди, которые обычно приходят к нам в зал, а целых 100 тысяч просмотров было у фестивальных мероприятий. Эта цифра меня потрясла. Открылся фестиваль искусств «Зеленый шум» вместе с темой творческий бренд и муниципалитета и региона с сольным концертом Екатерины Мечетиной в столице Югры. Нашу же филармонию ждут несколько непривычные сургутскому зрителю выступления. О них подробнее рассказали организаторы фестиваля. Отметили, артисты намерены удивить музыкальными экспериментами. Идет продолжение фестивальной программы в округе и ее начало в городе Сургуте. Оно несколько нетрадиционное, действительно, по тому сочетанию музыкальных стилей, направлений, коллективов, исполнителей, которые выйдут на сцену сургутской филармонии. На сцене создали настоящий синтез звука. Классический симфонический оркестр, современный дуэт из Москвы «Дуо-Ро» в стиле прогрессив блюграсса, народный вокал и кантри-хиты при участии хоровой капеллы. Приняла участие в таком эксперименте и сургутянка, лауреат международных конкурсов Кристина Руденченко. Артистка, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова отделения этномузыкологии, вернулась на сцену родного города. Благодаря Яку Семеновичу и всей команде сургутской филармонии, которые любезно приняли все мои безумные идеи, я вижу здесь большие перспективы именно для моего направления. И очень хотела бы поблагодарить сегодня Ольгу и Романа за то, что они поверили, согласились за такой безумный эксперимент и разрешили мне сегодня прикасываться к их прекрасной музыке и создать такой синтез. Из-за коронавирусных ограничений 9-й молодежный фестиваль искусств зашумел без юных музыкантов. Ради их же безопасности, говорят организаторы. По этим же причинам проект в этом году не стал принимать заубежных гостей. Однако в зале был полный аншлаг, хоть и с рассадкой наполовину. Артисты на сцене сургутской филармонии с программой Blue Grass and Symphony будут выступать до конца недели. Для зрителей сыграют станичные пианисты. Антонина Сахарова, Карина Александян, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. На этом моя часть выпуска новостей завершена. Я благодарю вас за внимание. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте indifisnews.ru. До встречи в эфире. Сургут Интерновости Умные домофоны от Телеплюс принимают звонки из подъезда прямо в телефон. А это кто? Я не знаю. Делают фото посетителей и отправляют их в смартфон даже тогда, когда вас нет дома. Так он и на прошлой неделе заходил. Телеплюс. Все. Управляйте домофоном из любой точки мира. Растем играя. Мир вокруг познавая. Огромный выбор развивающих игрушек для деток до года. Выбираем «Карапуз». Новостной портал indifisnews.ru Эффективная площадка для баннерной рекламы. Заявите о себе. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». 221-555 Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин